Акция протеста, проходящая на Лачинской дороге, продолжается, несмотря на морозную погоду. Активисты скандируют лозунги в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождения полезных ископаемых в Карабахе. Во время акции неукоснительно соблюдаются правила безопасности. Не минувшей ночью, не сегодня утром, никаких инцидентов не наблюдалось. Все подробности у моего коллеги Самира Кулиева. Он к нам подключается. Самир, добрый вечер. Что у вас нового к этому часу? Добрый вечер, Телли. Телли, сказать, что есть что-то новое, наверное, нет. Ничего нового нет, никаких происшествий, как вы сказали правильно, за все эти дни, в принципе, с начала акции. И сегодня в том числе не происходило. Сегодня день прошел довольно-таки спокойно. Однако нужно, наверное, сказать, что шесть автомобилей российских миротворческих сил, они сегодня беспрепятственно прошли по участку проведения акции. Сразу же, как только появлялись буквально, можно сказать, на горизонте эти автомобили, участники акции, они освобождали проезжую часть и давали возможность проезжать вот этим машинам обеспечения российских миротворческих сил. Речь идет о таких автомобилях, как КамАЗ и УАЗ. В общем-то, вчера такой необходимости не было, вчера был первый день нового года, никакого движения транспорта по участку проведения акции не происходило. Я напомню, что акция действительно уже идет в 22-й день, уже подходит к концу 22-й день. И, в общем-то, не прекращалась акция ни на минуту, ни на секунду. И, несмотря на погоду, вот сейчас уже холодает, вы видите, температура воздуха понизилась. Несмотря на все это, акция продолжается и будет продолжаться в ночные часы, по всей видимости. Со всеми, с кем удалось поговорить, все говорят, все как один о том, что будут проводить акцию до тех пор, пока требования протестующих, пока их требования не будут выполнены. На месте акции здесь присутствуют экоактивисты, здесь представители гражданской общественности, здесь представители, значит, неправительственных организаций. И все они намерены продолжать протестовать, потому что основные требования, в принципе, они не выполнены до сих пор. Речь идет, это экологические требования, в первую очередь допустить мониторинговую группу, мониторинговую миссию компетентных органов Азербайджана. Это представители Министерства экономики, Министерства экологии, в том числе, и представители компании Азерголд. Я напомню еще, что в начале декабря была такая предварительная договоренность о том, что допуск такой будет осуществлен для мониторинговой группы. Но 10 числа обеспечить вот этот вот допуск к месту месторождений, о которых идет речь, это в первую очередь, это Газыл-Булак, это золоторудное месторождение, и Дамерли, это месторождение Медно-Молебденово, они оба находятся в Агдеринском районе. И, в общем-то, допуск не был осуществлен, и в связи с этим как раз-таки акция началась 12 декабря, и вот уже 22 день она проходит. В общем-то, требования абсолютно законные, протестующие, вот они по обе стороны дороги, и позади меня вы их тоже видите, они, значит, у них в руках таблички и транспаранты с надписями, с требованиями прекратить экоцит и дать возможность провести вот этот вот самый мониторинг. Также такие же лозунги выкрикиваются регулярно с тем же самым содержанием в течение дня. В общем-то, настроение у всех довольно хорошее, оптимистичное, и я думаю, что вот у меня на этом все, Телли. Есть у вас, может быть, вопросы какие-то? Спасибо, Самир. Вопросов, в принципе, нет, все достаточно ясно и подробно. Единственное, просто хочу спросить, как настроение наших активистов, как они справили Новый год? Да, настроение действительно отличное. Здесь вот на Новый год был установлен монитор, все присутствующие смогли, значит, лично посмотрели все выступления президента на большом мониторе, который был здесь установлен. Был праздничный фейерверк, который действительно, я думаю, был даже виден из Ханкинди и даже из других территорий намного-намного дальше, потому что фейерверк был действительно грандиозный, и люди, такое новогоднее настроение у всех, праздничное, то есть все понимают, что начало Нового года, у всех хорошее настроение. Вот, и будем надеяться, что цели акции все-таки будут достигнуты, то есть целей, повторюсь, да, это в первую очередь, это экологические требования, это допустить мониторинговую группу. Дело в том, что ведь действительно очень большой ущерб экологии, все об этом здесь говорят, очень большое количество, значит, различных цианидов используется при добыче вот этих полезных ископаемых, в том числе цианид натрия, это очень вредное вещество, и как бы вот это вот требование до сих пор не выполнено, и не выполнено требование о прекращении незаконной эксплуатации, значит, месторождений, полезных ископаемых и минералов на этих месторождениях. Поэтому я думаю, что вот этот оптимизм дает возможность предположить, что все-таки требования наши будут выполнены, потому что протестующие действительно не намерены расходиться, пока эти требования выполнены не будут. Спасибо, будем на это надеяться. Спасибо, Самер Кулеев выходил с нами на прямую связь. Продолжение следует...